всем привет из Сочи вы на канале Танюшина орхидеи сад меня часто спрашивают что вы делаете что у вас так цветут пышно вот так вот разветвленные орхидеи но прежде всего вот эти все орхидеи которые вот так вот у меня пышно цветут они у меня всю зиму и всю весну простояли на окошках на восточно-южных окошках но некоторые немножко с заходом на запад поэтому у них пышное цветение ну и конечно же я подкармливаю подкармливаю биогумусом жидким самым недорогим который взяла в магните вот добавляю в обычный шприц маленькие набрала туда этого биогумуса и одну небольшую капельку добавляю на литр воды в этом составе замачиваю орхидеи где-то раз там 8 в 10 дней как они подсохнут и вот до формирования цветоносов я это делаю как форме как цветоносы уже начали скажем так отделять от цветоноса начали отделяться бутончики я перестаю это делать и несколько раз даю по цветущим попробовала я подкармливать во время цветения для цветущих или не подкармливать честно говоря большой разницы нет поэтому только вам решать так что ничего сложного особо особо нету вот конечно свет прежде всего орхидеи очень светолюбивые растения и они у меня привыкли получать через тюль летом они у меня стоят за тюлью и те орхидеи которые стоят гораздо ближе к света чем другие или прям на подоконнике они конечно вот так вот очень красиво пышно цветут те которые не достается конечно цветут не так пышно ну здесь уже делать как говорится нечего невозможно что всем орхидеям доставалось одинаково вот монако монако тоже стоял у меня на окошке пока не стали цветоносы уже упираться в окошко уже вот некоторые цветы уже но с этой кисточки его там поснимала уже цветы и вот там на том цветоносе уже поснимала он уже долго цветет и долго меня радует поэтому если вы хотите чтобы ваши орхидеи цели пышно значит надо подкармливать какими-то азотными до того момента как ваш цветонос так хорошо уже вылезет и потом подкормить можно для калина фосфорными какими-нибудь некоторые спрашивают у меня именно какими ой сейчас их столько много надо смотреть просто чтобы по содержанию и конечно надо смотреть чтобы были какие-то может быть микроэлементы тоже это неплохо для растений и тогда вы получите вот такие шикарные цветоносы жду полного распуска сейчас конечно же начинается жара вот не знаю дождутся ли верхние цветочки потому что вот здесь вот первый как-то вот там вот внутри ответе несколько ты уже отсвели как-то на той кисточки первые начались вот хотела показать всю 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 красоту но к сожалению скорее всего видите бутонов еще очень много и там еще очень много именно маленьких маленьких и поэтому ну посмотрим посмотрим как она себя поведет сейчас собралась ее просто поливать водой и думаю поснимаю расскажу от у меня последнее время многие спрашивают вот думаю надо рассказать ну и конечно мой бархатный красавец уже тоже какие-то цветочки уже видите вот там вот скину уже тоже долго цветет это вот такая кисть 1 у меня тоже стоял на подоконнике и на старом цветоносе на котором у меня уже цвел и вот там вот видит еще отсвел на боковой потом выдал еще цветочки продолжает вот так вот шикарно цвести вот такой красотой ну ладно буду заканчивать не хочу растягивать большое видео просто вот такой вот вот такой небольшой совет вам хорошего дня хорошего настроения крепкого здоровья всего-всего самого наилучшего всем пока пока